Естественно, что самой главной в этом перечне ценностей всегда была и остается любовь, которая не делает исключения из скидок на популярность, известность и статус. Для меня это, знаете, как докторская диссертация, которая, так сказать, еще пока прежде, где-то на горизонте. Я вдруг пришел к выводу, что я совершенно о том ничего не понимаю и очень хочу узнать многое на эту тему. Я для себя открыл, что это все давным-давно уже происходит, просто я как-то не в теме, если так продолжать этот разговор про докторскую диссертацию. И это меня очень сильно обескуражило, что я столько лет прожил, вдруг никак не коснулся, в общем-то, этого вопроса, в том смысле, ну, в обыденном смысле слова. В каком-то, знаете, в каком водиозном смысле, может быть, это громко говоря, в смысле в теоретическом, в том смысле, чтобы как-то попытаться для себя определить это, и думая, что от этого вдруг что-то изменится. А потом я понял, что определить можно только тогда, когда произойдет озарение какое-то. Для меня любовь это что-то такое, знаете, что-то требующее очень больших душевных усилий. По-моему, у меня навалом времени на это. Я, собственно, и страдаю от того, что времени много, а понять, что я ничего не могу. Ну, то есть, не то, чтобы я ничего не могу понять, это, конечно, такое дебильное кокетство, но кое-что я понимаю, и в основном, вот то, о чем я вам говорю, на чувственном уровне. Впервые Вячеслав Бутусов женился еще, живя в Свердловске. Но брак этот оказался не очень продолжительным, даже несмотря на рождение дочери. А вот вторая семья Бутусова существует уже 15 лет. И поначалу о знакомстве Славы и Анжелики ходили самые разные слухи. Вплоть до того, что Анжелика была горячей поклонницей на Утилуса, и потому, собственно, познакомилась с Бутусовым. Я точно знаю, что в ней не было вот мотива встречаться со мной именно по этой причине. Кроме того, все случайно на самом деле произошло. Случайность меня в жизни иногда очень радует. Значит, я сбежал из больницы и в таком слегка экстатическом состоянии находился под воздействием всяких лечебных средств, которые меня там кололи после сотрясения мозга и так далее. Но это неважно все. И вот в таком состоянии приблизительно я встретил Анжелику. Не буду врать, скажу только, что это было где-то в центре, на улице. И произошло это, опять же, с легкой руки моего знакомого, который был знаком до того. Эпизодически. С Анжеликой. И, собственно, он и познакомил меня с ней. А я, когда попадаю в поле восторга, то я, в общем, становлюсь совсем ручным. И я, собственно, и так-то, поскольку человек эмоциональный, то не сентиментальный, соответственно. Поэтому меня, например, в жизни всегда очень привлекали такие вещи, как непосредственность, наивность, легкость бытия и так далее. Меня всегда такие люди завораживали. И это, собственно, и явилось первым таким знаком определяющим. То есть я подумал, что раз я так очарован, значит, не стоит упускать возможности. Потому что очарование, оно иногда, как вы знаете, по химическим методам переходит в действующее качество. Если очень хотеть, то так оно всё и будет. Вполне возможно, что у этой истории не было бы никакого продолжения. Мало ли, в нашей жизни происходит случайных встреч, которые заканчиваются в тот же момент, когда и начинаются. Но в этой истории было одно «но». И именуется оно характером Вячеслава Бутусова. В силу своей какой-то там бестолковости поднятого воспитанию и в силу своей такой ретивости по природе вообще и по органике. Потому что, когда я впадаю в ступор, я вдруг начинаю рубить гордие в узлы. Когда я не знаю, что предпринимать, я начинаю делать категорические заявления, категорические движения и всё такое. Но для меня это, в общем, оправданный риск. Потому что... А в этом, собственно, природа моего сознания, видимо, заключается. Я с детства так привык поступать. Когда я не знаю, что делать, я... Я готов на всё. Честно. Я открыто сказал, что... Не знаю, какой будет ответ, но... Я, собственно, даже и вопросы не задавал. Я просто сказал, что у нас будет много детей и... И что намерения мои вполне серьёзные. Мне почему-то казалось, что в тот момент... Это... Это было самое важное. И Анжелика, моя супруга, она до сих пор, может быть, сейчас она уже несколько подкорректировала своё мнение, но она некоторое время считала, что это ненормально. То, что я не... Не соблюдал вот этот вот регламент ухаживания и всего прочего. Хотя, в общем... В этом есть какая-то традиция, конечно, но у нас получилось всё довольно как-то покомандировочным. Поскольку я был приезжим в Питере, у меня была командировка на Ленфин, то у меня была возможность там задержаться на полгода. И в результате вот всех этих событий я, в общем, остался в Питере на 15 лет. Уже 15 лет я там жил. Эти 15 лет были очень разными. В истории любви Бутусова менялись и декорации, и сценарии. Вот только герои оставались одни и те же. Ощущения первой встречи Вячеслав и Анжелика бережно несут с собой по сей день. И, пожалуй, на свете найдётся не так много людей, которые были бы так душевно близки, как они. Вообще, я считаю, что это огромное счастье, когда происходит так, как ты можешь сделать. Собственно, есть исторические примеры, когда люди просто из воздуха делали счастье. Так что я там в более выгодном положении оказался. Мне просто всё преподнесли, можно сказать, на блюдечке. Хотя, в общем, это я, может быть, так слегка утрирую. Может быть, не совсем так всё это было. Это всё внешние обстоятельства, да? А, конечно, что-то в себе нужно не то, чтобы культивировать, но, по крайней мере, хотя бы с детства не утерять. И тогда вот эти вот золотые рыбки, волшебные палочки, горшочки с кашей, они все начнут материализоваться просто в том или ином в каком-то виде. Я сейчас вот отвечаю на ваши вопросы, и, конечно, мне вдруг страшно становится задумываться о том, что с арифметической точки зрения прошло очень много времени, а с какой-то другой точки времени, не знаю, всё это по-другому совершенно выглядит. В другой системе координат. Назвать Бутусову простым человеком было бы очень наивно. Он не может быть таким по определению. И как всякий человек, который творит от открытого сердца, он нуждается в душевном комфорте более чем кто-либо другой. Но каким может быть комфорт постоянно гастролирующего музыканта? И потому лишь дома, окружённый пониманием и теплом своих близких, он становится самим собой. А я, в общем, по природе человек, который, помимо оправданной инертности, не способен распылять своё внимание, мне нужно уделить какому-то предмету время, внимание, в общем, привыкнуть к нему. Поэтому для меня, в общем, чем менее суетливая обстановка, тем лучше. То есть я понимаю, что я не должен просто взять и выпасть из их поля зрения, потому что я там месяц матался по странам и континентам. И, ну, по крайней мере, вот Софья младшая, наша дочь, она, для неё нет таких категорий запретных, как, например, папа там неделю не спал, или что-то такое. И это меня очень радует, потому что она ко мне относится не как к какому-то там, как сказать, кормильцу. А по-другому совершенно. Это уже какой-то, какая-то игра в бисер, я бы сказал. Чем мельче присутствие дома, тем чаще, в общем, получается, что я бываю. Потому что если бы я сидел дома безвылазно, я бы реже был дома. Вот в чём дело. Так что у меня в этом смысле масса возможностей, приезжая каждый раз в дом, успеть проникнуться ещё в большей степени. Не на уровне там, вот, скучаю или устал, или надоел, а именно в том смысле, что какой-то этап завершения происходит, ты возвращаешься домой. Вот для меня это на символическом уровне так. И очень приятно домой возвращаться, когда всё хорошо произошло. Тогда можно считать, что дальше что-то будет развиваться уже по-новому. Вячеслав Бутусов. Отец — это совершенно иная ипостась кумира миллионов. И постигать эту непростую науку Бутусову приходится без всяких скидок и поблажек. Ведь для своих дочерей он прежде всего самый близкий человек. А уже потом — легендарный музыкант. Я могу сказать, что это мастерство настоящее. Вернее, это шанс любому человеку проявить своё мастерство. Если, допустим, рассматривать детей как шедевры воспитательного искусства, то это мастерство. А каждый мастер, в общем, как вы знаете, должен сдать экзамен, создать шедевр какой-то. И наше участие как раз заключается в том, чтобы не то, чтобы выпистывать, а, наверное, просто создать такой микроклимат, чтобы дети выросли обнадёживающим поколением. Не побоюсь этого слова. Но это единственный шанс, на мой взгляд, вот в наш отрезок времени, в котором мы существуем. Конечно, всё относительно и всё сравнимо. Но я считаю, что моим детям очень повезло с мамой. И я, например, не умею тех вещей, которые умеет Анжелика. Я понимаю, что мне для этого необходимо просто остановиться и какое-то время потратить на то, чтобы научиться этому. А это самое сложное. Остановиться, так сказать, стряхнуть с себя, что-то там подчистить, залатать. Нам, простым смертным, возможно, никогда не понять, какой подчас непростой может быть жизнь людей, которые находятся рядом с творческим, очень талантливым человеком. Ведь все их эмоции и переживания умножаются многократно и порой приводят к совершенно неожиданным результатам. И речь идёт вовсе не о безоблачном существовании. У меня были периоды мрачные в жизни. То есть, когда я пытался на себя руки накладывать и всё такое. И лишний раз убедился, что раз меня что-то бережёт, то тем более, значит, нужно к этому тоже бережно относиться. Только последствия этого, они уже настолько, может быть, иногда непоправимы, что не то, чтобы ты можешь всё поправить и начать сначала, но, по крайней мере, ты можешь определиться таким образом, что ты просто не оставишь места для таких вещей. И я стал более уверенным в том смысле, что я просто не допускаю некоторых вещей. Я понял, что если я до такой степени слабый человек, значит, мне нужно либо быть предусмотрительным, чтобы избегать таких вещей, либо остаётся только, в общем-то, путь, в котором остаётся только надеяться на самое лучшее. И я ставил крест на всём, и как не обижались? Это не то, чтобы не обижались, это вообще вещи непростительные, на самом деле. И то, что ко мне отнеслись с пониманием в каком-то смысле, это для меня тоже, в общем, очень большая поддержка и урок, который нельзя просто пропускать. Такие вещи, они к старости, как шрамы, знаете, и раны начинают ныть и болеть. На протяжении 15 лет жена Анжелика остаётся самым близким человеком Вячеслава Бутусова. И все 15 лет о том, чтобы оказаться на её месте, мечтают тысячи поклонниц, которые не раз и не два пытались доказать свою преданность самыми невероятными способами. Но, значит, есть в ней что-то особенное, что заставляет свободолюбивого мужчину даже в самом желанном путешествии мечтать о возвращении домой. Невероятное количество терпения. Она даже сама не представляет себе, сколько терпения. Она, в общем-то, видимо, и не задумывается над тем, сколько у неё терпения ушло и сколько вообще сил ушло. Это для меня, может быть, это вот как-то что-то неестественное. Знаете, что люди могут с такой самоотверженностью ко всему относиться, невзирая на свои какие-то проблемы, жизненные обстоятельства, вообще просто состояние физическое. Для меня это просто подвиг. Я горжусь такими людьми и сам хочу быть таким. И я очень благодарен. Поэтому, когда мне задают такой формальный вопрос, счастливы вы или нет, то я могу смело сказать, что у меня нет никаких оснований считать себя несчастливым. Я уже достаточно в жизни набрежался на эту тему и, в общем, пришёл к выводу, что пора ухватить хотя бы пыльцу этого состояния, чтобы чувствовать благодарность по отношению к окружающей действительности. Лаврадио представляет.